В 1999 году, свернув выпуск седана 929, японская Мазда одновременно распрощалась и с продольными моторами, и с задним приводом среди массовых моделей. Но расставание, как оказалось, было временно. Продольно-моторная компоновка возвращается. Для чего? Ради большей прибыли. Ведь японцы вдруг надумали бросить вызов большой немецкой тройке. Поэтому новейший кроссовер CX60 — это конкурент таких бестселлеров, как Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Понимая тяжеловесность соперников, японцы сразу вытащили главный козырь. В Европе 60-ка будет стоить от 47 тысяч евро. Это для справки сразу на 15-20% дешевле, чем нынче стоят чистокровные немцы. Сперва европейской публике предложат гибридный вариант, построенный вокруг 2,5-литрового атмосферника. Он удивляет бодростью разгона и системой полного привода. Вместо муфты маздовцы вдруг применили классический дифференциал. Дальше будет интереснее. Ключевой изюминкой более мощных версий должны стать бензиновые и дизельные шестерки объемом 3,3 литра. К ним приладят мягкогибридные надстройки и восьмидиапазонный автомат. Тем удивительнее, что инженеры не решились внедрить пневмоподвеску, обойдясь обычным пружинным шасси. Разве что в поворотах электроника обучена подтормаживать внутреннее заднее колесо, дабы снизить крены. И вообще свежая Mazda просто мечта консерватора. Спокойные линии, классические пропорции. А чтобы кроссовер выглядел респектабельно, а не уныло, дизайнерам разрешили применить довольно любопытный разрез глаз. Отдел разработки интерьеров также не решился отпугивать платежеспособную публику дизайнерскими экспериментами. Там нарисовали монументальный, но вполне традиционный салон. Здесь даже тачскрин медиасистемы. Небольшой и аккуратный. Важная интерьерная изюминка. В центральной части передней панели, что может быть обшито тканью или кожей. Это сразу добавляет уюта, а для ценителей роскоши заготовлены высококлассная кожа и кленовый шпон. Естественно, в этом классе нельзя выжить без современной электроники, панорамной крыши и прочих атрибутов красивой жизни. Пожалуй, единственное, чего CX-60 не может предложить по определению, так это семиместного салона. Субтитры создавал DimaTorzok